здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте а сегодня сегодня мы узнаем картину которую нам показывает наш язык потому что немножко мы все-таки все должны разбираться что же происходит подошли к своему ребеночку сказали открой ротик покажи язычок и уже примерно вы знаете о чем вы будете говорить со своим доктором понимаете потому что язык он может многое рассказать о состоянии нашего организма существует даже направление диагностики состояния здоровья по языку по его форме по фактуре по цвету по равномерности окраса в общем осматривать язык лучше утром до чистки зубов и не забывайте что язык также чистить надо и не нужно напрягать язык потому что картина будет меняться цвет налета может также изменяться по воздействием пищи напитков или лекарств или курение курение это конечно вообще травит не только внутренние органы но и язык именно от курения неважно чего курение и алкоголь изменяет напрочь всю картину потому что она отравленная печень и легкие они конечно же сразу показывают не совсем нормальный язык поэтому у курящего или у алкоголика это отдельная история осмотр языка курящий и алкоголик это уже патологически больной человек язык у него уже будет больной сам по себе а еще чтобы узнать дополнительно что еще у человека то это уже отдельная картина поэтому мы будем говорить о людях и о детях в основном кто не курит и не злоупотребляет спиртными напитками вот розовый язычок светло розовый он указывает как раз на то что у вас со здоровьем все в порядке даже если легкий белый налет это не обязательно что какая-то болезнь абсолютно нет ну а вот красный язык если вы осмотрите внимательно посмотрите красный язык может на что указывать что инфекционные заболевания какие-то или воспалительные процессы просто какие-то начинаются просто воспаление идет но это не говорим про аллы если ярко алый цвет то дает о себе знать патология кровеносной системы и знаете такой бордовый появляется если острое инфекционное заболевание уже острое он переходит в бордовый то есть красный алый и бордовый инфекция но если алый сильный то кровеносная система также ярко красный язык может свидетельствовать о нарушении работы сердца и болезни крови могут быть все что с алым видите это инфекция воспаление кровь сердца желтый язык но желтый язык это во первых у курящих людей потому что все яды оседают через язык мгновенно через стыну через кровь попадают в организм и травы то есть желтый язык это отравление сразу же вот отрава какая-то отрава в организме и конечно же вот сразу показывает желт желтизна чаще всего наблюдается как раз вот у людей которые курят выпивают также может свидетельствовать о сбои системы пищеварения тяжелые печеночные патологии тоже сопровождаются таким цветом проблемы с желудком с печенью желтая желудок печень легко определить но все врачи знают пульмонологи что фиолетовый цвет это заболевание легких и сердца фиолетовый цвет показывает на симптомы нарушения капитальные в легких это и бронхи и легкие может быть голубоватый и фиолетовый синий цвет это почки бледный язык как его еще называют прозрачный на самом деле ясно что он не прозрачный а он как бы бесцветно белый не такой прям белый а бледный слегка может быть там в общем это значит что недостаточное питание это может быть анемия это если человеку не хватает витаминов питательных веществ тогда язык будет бледный если белый язык это обезвоживание это грибковая инфекция может быть даже грипп о чем же говорит серый язык такой сероватый это заболевание пищеварительного тракта если на языке не тонкий белый налет который можно удалить четочкой да это норма считается а толстый белый налет на что это указывает это интоксикация это инфекционное заболевание какое-то бывает и коричневый налет а коричневый налет это проблемы с легкими но не только цвет нам может указывать на какие-то болезни и или на какие-то проблемы со здоровьем квалифицированный специалист он может легко заподозрить наличие определенных проблем если он обратит внимание на состояние органа на состояние само состояние например дрожь дрожь языка указывает на сбой функционирования щитовидной железы яркие оттенки наблюдаются при гастрите толстые образования возникают при наличии грибкового поражения почему мы всегда чистимся от грибка кушаем правильные продукты питания потому что грибок внутри может и есть грибковые заболевания их много нужно постоянно себя лечить не один раз постоянно дни себе выбирать образование язвачом говорит на языке появляется при высоком уровне ph а воспаленные такие на языке сосочки на окончании языка это характерно для заболевания таза стоит подчеркнуть что все эти явления не имеют ничего общего с проблемами полости рта и стоматитами заболевания языка у человека проявляются болезненностью там они менее и прочими неприятными явлениями покрытый налетом язык говорит о наличии проблем в организме с внутренними органами и системами чтобы вы знали и они язык заболел если у человека болит язык то вероятнее всего у него поражен сам орган и причину нужно искать в этом направлении также стоит знать что другие особенности тоже играют огромное значение к примеру повышенный уровень влажности указывает на наличие проблем с пищеварением или трещины и сухость указывают на отравление и инфекционные поражения или такая например особенность если человек перестает воспринимать на вкус пищу либо ощущает ее по-другому это может быть проявлением серьезных нарушений нервной и эндокринной систем аромат изо рта учитывая особенности индивидуального аромата который исходит от больного опытные специалисты они могут многое сказать о состоянии здоровья всегда смотрите нет ли у ребенка ацетонового запаха предполагает наличие у человека сахарного диабета ацетон это предвестник сахарного диабета ами амиачный такой запах он свидетельствует о серьезных почечных патологиях а если гниль исходящая от человека говорит о проблемах с зубами либо желудком что-то в желудке не то гниение происходит и вот вы посмотрели утром что-то вас беспокоит и вот все приведенные моменты которые вам рассказала это все требует обязательной консультации хорошего специалиста всегда говорю акцент на хорошего специалисты ищите везде есть хорошие и плохие хорошего специалиста всегда можно найти проводите осмотр языка в чистом виде в чистом состоянии используйте специальное приспособление для массажа либо зубную щетку с мягкой щетиной и всегда промойте хорошо язык чтобы все это было видно некоторые специалисты советуют очищать поверхность органа при помощи серебряной либо деревянной ложечки и после процедуры полезно помассировать язык при помощи мягкой щетки поэтому для деток можно купить маленькую такую серебряную ложечку и вот с помощью нее счищать утром и приучить ребеночка серебро это всегда хорошо эту ложечку прекрасно можно класть в стаканчик с водой и также делать серебряную водичку но только не из крана из крана воду категорически пить нельзя все болезни придут из крана к вам абсолютно все даже самые страшные вот вот такие вот скребочки бывают но лучше всего вот я вам говорю самый лучший вариант это серебряной ложечкой небольшую маленькую ложечку даже подарить на какой-то праздник и вот именно ею чистить потом ее прокипятить или просто горячей водой и этой же ложечкой делать прекрасно можно серебряную воду серебро оно очищает оно все очищает будьте благословенны будьте здоровы если у вас есть знания значит вы вооружены значит вас не так просто провести вот я вас всех люблю пока пока